Сим-сим сезон откройся! И вот на дорогах города снова появились средства индивидуальной мобильности. Сокращенно СИМ. Так решила хорошая ясная погода. Ну а проблему частых аварий на электросамокатах теперь с этого года будут решать правила дорожного движения. Если раньше любители гонок на самокатах приравнивались к пешеходам, то с 1 марта у них уже появился новый статус – водитель средства индивидуальной мобильности. Права по-прежнему не нужны, но обязанности теперь ограничивает закон. Можно передвигаться по краю проезжей части в случае, если СИМ оборудована звуковым сигналом, тормозной системой. Также на дороге, где разрешено движение транспортных средств, не более 60 км в час. В пешеходных зонах особые правила. Скорость не больше 25 км в час. Вес не больше 35 кг. Самым опасным местом для любителей электросамокатов считают пешеходный переход. Здесь, как и на велосипеде, перед проезжей частью нужно спешиться, остановиться и пройти дорогу на своих двоих. Новое понятие СИМ включает не только электросамокаты, но и роликовые коньки, самокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, а также моноколеса. Рома Гудков выбрал последний вид транспорта. Говорит, за все время пользования ни разу не попал в аварию. Это не удача, а отличное знание всех новых правил, хотя некоторые у него вызывают вопросы. Я согласен, что нужно урегулировать этот вопрос хоть как-то, в принципе, но по скорости я не согласен, в том плане, что сейчас современные модели могут развивать скорости гораздо больше. И в потоке, особенно машин, безопаснее ехать со скоростью потока все-таки. Еще одна проблема для жителей – беспорядочно разбросанные по всему городу электросамокаты. В городской администрации этот вопрос взяли под контроль. Обязали операторов кикшеринга, то есть проката самокатов, размещать симы только в местах, специально отведенных под парковку. Они будут обозначены разметкой. Мы создали чат-бот, самокат ВЛ, где любой гражданин может прислать фото неправильно припаркованного самоката, геолокацию, и эта информация будет направлена оператору для принятия мер. Размещение электросамокатов в неположенном месте – административное правонарушение. Штраф до 5000 рублей. Но как фиксировать превышение скорости без номеров, пока не ясно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова